Коллеги, добрый день. Меня зовут Егор, мастерская TIGLAB совместно с коллегами из компании MDFKL. Сегодня мы рассматриваем Kugong E-TIG 200DP. Сразу технические характеристики. Сварочный ток от 10 до 200 А в режиме TIG, от 20 до 180 в режиме MMA. Максимальная потребляемая мощность 7,4 кВт. ПВ при 20 градусах 60%. Этот источник это отличный монтажный источник для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе. В комплекте с источником мы получаем 26 горелку, некоторое количество оснастки к этой горелке, мы получаем обратный кабель и сам источник. Какие его отличительные особые черты? Помимо того, что как и все источники он умеет сваривать в режиме ручной-дуговой сварки, мы этот момент даже рассматривать не будем. Он сваривает технологию ручной аргонно-дуговой сварки с импульсным поджигом через осциллятор и без него. С контактным поджигом. Он работает с пульсом, причем частота пульса регулируется вплоть до 500 Гц. Он работает в двухтактном, четырехтактном режиме, что монтажники оценят. И он на борту имеет такую функцию, как Cold Weld, Cold Tick. Это те самые точечки, те самые прихватки и так далее, и так далее, и так далее. Так, ну давайте попробуем поработать им. Сразу, значит, у нас аргонно-дуговая сварка с импульсным поджигом на постоянном токе в двухтактном режиме. Ток 54 А, значит, по настройкам он имеет полноформатную циклограмму. Соответственно, мы можем, проходя по ней, настраивать отдельно каждый параметр. Предгаз, ток поджига, время подъема, рабочий ток, даунслоп, время спада, ток заварки кратера и постпродух. Соответственно, есть у нас из нержавейки заготовка, будем сваривать своим телом. Вот она собрана. Сейчас ее закреплю на столе. И мы немножечко ее своим телом посвариваем. Глаза. Достаточно мягкий поджиг, достаточно мягкое, стабильное горение сварочной дуги. Плавное затухание. Соответственно, сварочный шов светлый, глянцевый. Никаких, я думаю, вопросов к нему нет. Давайте попробуем контактный поджиг, как он реализован. Поджиг с отрывом, поджиг в контакт, по-разному его называют. Возьмем нержавеющую заготовочку, закрепим ее на столе. Значит, я буду проговаривать свои действия, чтобы это было максимально понятно. Глаза. Я нажимаю на клавишу, касаюсь электродом детали, отрываю электрод от детали, получаю уже поджиг. Соответственно, дуга горит, горит мягенько. Работать достаточно приятно. Горелка самая стандартная, то бишь. По привыканию и эргономике, я думаю, проблем не будет. Ну, соответственно, мягко подожглось. Для чего это нужно? Это важный момент. Бывают ситуации, когда сварочные работы необходимо проводить вблизи высокочувствительного оборудования. Оборудование чувствительное к каким-то электромагнитным полям, к высокочастотным полям. И это как раз тот момент, когда вам, как сварщику, будет запрещено применять бесконтактный поджиг. Поджиг через осциллятор, потому что это может вывести из строя или внести помехи в то оборудование, которое будет находиться рядом с вами. И тогда вам придется работать именно в контакт. Значит, если рассматривать... Так, я верну бесконтактный поджиг. Режим пульса. Значит, мы здесь можем настроить верхний ток пиковый. Ток, так, стоп, скважность от 5 до 95%. Ну, остановимся на серединке. Частоту. Давайте поставим ее для начала около 2 Гц. И нижний ток в процентах от верхнего. То есть, где-нибудь так, процентов 30 поставим. Ну, и, соответственно, тоже на этой же детали мы продолжим работать. Значит, разница токов такая большая, чтобы мы сейчас с вами могли увидеть, именно как он переходит с низкого тока на высокий ток. Глаза. Все достаточно мягенько. Соответственно, мы видим некий такой вот шовчик. Это нам позволяет регулировать тепловложение, работать именно с нержавейкой, не пережигая в ней лигирующие элементы, не выжигая оттуда хром, никель. Особенность этого источника, что он может частоту этой пульсации поднимать вплоть до 500 Гц. Давайте два промежуточных таких момента. Вот один сделаем где-нибудь в районе Гц 300. Ну, 327, почему нет? Я пройду шовчик глаза. Вы сейчас услышите достаточно специфический звук. Это как раз-таки переход от низкого тока к высокому и наоборот. Глаза. Вот он с частотой 300 Гц. Ну, и, соответственно, мы получаем, опять же, непережженный разноцветный шов. И теперь мы можем частоту эту прям сильно поднять. Единственное, чуть-чуть я хочу себе уменьшить пиковый ток. Все-таки 140 А мне здесь многовато. Вот с обратной стороны зайдем. Глаза. Частота будет выше по звуку. Уменьшил ток, могу более плавно работать. И это действительно 500 Гц. Опять же, вот ток уменьшил, шов вообще стал абсолютно таким беленьким, красивеньким. То бишь, вся лигатура, все лигирующие элементы у нас остались внутри нержавейки. Она сохранила свои нержавеющие свойства. Значит, для кого этот источник? Монтажники. Технологические трубопроводы. Все из нержавейки. Какие-то технологические металлоконструкции из нержавейки. Пищевые производства. Медицина. Это все для вас. Ограждения нержавеющие. Всяческие упоры и так далее, так далее. То же самое. При массе этого источника в 10 кг с ним будет удобно работать. Как на земле, так и на лесах. Так же и куда-то выехать с ним на выезд. И теперь перейдем к тому самому пресловутому колд-велду. Это импульсная сварка. Грубо говоря, мы подаем импульс очень высокий по току. То есть мы даем очень много тока, но в очень непродолжительное время. То есть много тока, но мало времени. Значит, соответственно, мы переходим в этот режим. Вот пускай вот все 200 ампер, которые он может, он и выдает. И, соответственно, мы можем настроить, что он у нас 15 сотых секунды минимум. Это 5 сотых. Ну вот поставим 15 сотых секунды. У нас будет гореть дуга. И после этого, допустим, полсекунды у нас дуга будет разорвана. В принципе, эту деталь можно не закреплять. Так, так, так. У нас все хорошо. Все, да, мы готовы. Ну и, соответственно, я вначале просто ударю одну точку глаза. Вот у нас произошло то сплавление. Это то, что вы не раз могли видеть на ютубе. И, соответственно, от этого мы уже можем, если я эту клавишу отпускать не буду, он будет бить точку за точкой с заданным ему интервалом. Глаза. Соответственно, у нас ровный шов, чешуйка в чешуйке. Все это работает. Поэтому этот источник действительно достоин внимания. И, честно, я как практикующий сварщик, узнав его цену, был воистину приятно удивлен. Потому что относительно аналогов это очень-очень даже уровень.